Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Президент Майя Санду во время видеоконференции обсудила с послами стран ЕС, аккредитованными в Молдове, результаты переговоров о поставках газа. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. Санду поблагодарила послов ЕС за экспертизу и поддержку, оказанную в последние недели в связи с поставками газа и в управлении кризиса. Во время беседы я подтвердила приверженность Молдовы внедрению политики и проектов, которые обеспечат энергетическую безопасность страны, сказала Санду. Ранее президент заявила в интервью спецкорреспонденту издания «Коммерсант» Владимиру Соловьеву, что, по ее мнению, газовый кризис в Молдове завершился после подписания контракта между Молдова-Газом и Газпромом. «Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между Молдова-Газом и Газпромом», заявила она. Кроме того, глава государства рассказала, что Высший совет безопасности рекомендовал комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечить медучреждения альтернативными источниками энергии, оптимизировать потребление газа в госинститутах, а также обеспечить ТЭД с необходимым количеством горючего и создать механизмы по закупке мазута с целью накопления его запасов. Санду также выразила обеспокоенность нынешним кризисом в энергетическом секторе, назвав аномальным резкий рост стоимости газа на международных рынках. По ее мнению, сегодня Молдова столкнулась с серьезной проблемой, решение которой зависит не только от нашей страны. В то же время она обвинила в сложившейся ситуации все прежнее руководство республики. «Три десятилетия мы находимся под властью терраспольского режима по той причине, что никто ничего не сделал для энергетической безопасности страны. Не было вложено ни одного лея в возобновляемые источники энергии. Вместо этого в энергетическом секторе процветали схемы на сотни миллионов долларов, а большая коррупция так и осталась безнаказанной», – заявила Санду. Она выразила сожаление, что у Молдовы по сей день нет газовых хранилищ и механизма закупки голубого топлива у разных поставщиков. По ее словам, реальная работа над энергетической безопасностью страны началась только сегодня. Между тем, глава государства сообщила, что обратилась за помощью в преодолении кризиса к новым внешним партнерам Молдовы. «Мы говорили с президентами Румынии, Германии, Польши и Азербайджана. Я обсудила эту тему с главами Еврокомиссии и Совета ЕС». Заявила Санду, отметив, что в том числе обсуждала газовое соглашение и с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Казаком. В завершение она призвала граждан страны к сплочению и национальной солидарности. Стоит отметить, что вице-премьер-министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что долг Молдова-Газа перед российским «Газпромом» будет погашен или реструктуризирован после проведения аудита. Такое заявление он сделал во вторник вечером на общественном телеканале «Молдова-1», комментируя подписанный в конце прошлой недели протокол с «Газпромом». «Я не хочу спекулировать по поводу долга и размеров этого долга. В ходе переговоров назывались самые разные цифры. СМИ также приводили разную сумму долга. Чаще всего представители «Газпрома» называли сумму в 720 миллионов долларов с учётом пении. Но мы не обсуждали сумму долга, так как есть разные мнения. В этом долге есть суммы ещё с 1994 года, включены там какие-то расходы. Поэтому мы решили провести аудит, выяснить, как формировался этот долг. Мы рады, что «Газпром» согласился с этим предложением. «Заметьте, в протоколе не называется никакая сумма, она будет установлена в ходе аудита», – подчеркнул Спыну. Отвечая на вопросы, он сообщил, что аудит будет проводить международная кампания, которую отберёт правительство Молдавии. Ответственными за этот процесс являются Министерство инфраструктуры и регионального развития и Агентство государственной собственности. «Мы должны торопиться, у нас нет много времени. За 4-5 месяцев мы должны получить результаты аудита. После этого будем решать. Есть возможность погасить долг в течение пяти лет или же будем вести переговоры с «Газпромом» о реструктуризации долга», – отметил вице-премьер. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать своё мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!